Там они уже друг другу живут, собаки. На дачах строитель объявлена настоящая охота на бродячих собак после жалобы дачников. Территорию участков начали контролировать сотрудники службы отлова. На домашних животных напали несколько дней назад. Не меньше 10, 20 даже штук собак съедали вот эту козу. Каково было мне на это смотреть. И они все разбежались, потому что они уже сытые были. Растерзанные козы, куры и кролики. По дворе Валентины Алексеевой как раз и попала под удар. К ее приезду остались лишь разрушенные вольеры и растерзанные тушки. Приехала кормить кроликов. Зашла, я была в шоке. У меня тушки лежат все задушенные, все мертвые. Одну только они разодрали. Вот разведчик один появится. Я сомневала вам разведчик. Он будет сейчас это смотреть. По версии дачников, под милыми мордочками скрываются настоящие хищники. Собаки нападают стаями. Домашний скот дачников попал под клыки полсотни собак. Сейчас службе отлова придется еще выяснить, какие из бродячих представляют собой опасность, а какие просто вышли на прогулку с хозяйского двора. По контракту, если иметь на ошейник или на мордник, мы уже не имеем права. После инцидента с нападением на домашний скот уже усыпили 9 собак. Нами уже два дня был осуществлен выезд, так как здесь и животных покусали. И на данный момент уже отловлено более, ну скажем, таких 9 животных. Это уже новостройка на улице Студенческая, Нижнекамска. Бездомных животных здесь тоже хватает. Собака, которая охраняет стройку, обзавела семьей. Вот щенки играются с оператором, но скоро они подрастут и начнутся уже другие игры. Тут гуляют на лыжах, туда на санках. Иногда от неожиданности раз выскочат. Они же сейчас взрослеют и взрослеют. Бездомных собак хватает и в лесу, а не приходят. С другой стороны камы и, как говорят специалисты, начинают гонять лосей и кабанов. Из-за этого животные выбегают на ближайшие магистрали и дороги. Альбина Менебаева, Александр Комаров, Рафаил Ракипов, ТНВ Нижнекамск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова